Выражение, поездки к бабке, чтобы она пошептала, выливать воском, выкатывать яйцом, закопать фотографию врага в чью-то могилу, толкователи снов, экстрасенсы, предсказатели будущего, гадания на картах, подсыпать земли с кладбища по двери. У вас там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Современная церковь считает все вышеперечисленное бесовской черной магией, а современная наука и атеисты смеются над этим. Я не разделяю мнения ни одних, ни вторых. Причина тому знания. Если зайти в любой книжный магазин, вы всегда там найдете десятки, если не сотни книг, посвященных бытовой магии, написанных в наше время, различного рода 5000 заклинаний сибирской ведьмы и прочий мусор. Вы, быть может, даже найдете просвещенных людей, среди которых тоже найдутся обманщики, такие как Кроули, Леви, Папиус, Блаватская и прочие. Все это якобы колдуны, маги, эзотерики, спиритисты, которые действительно что-то знали. Но это не так. И в их собственных сочинениях, в которых они писали о истинных заклинаниях и ритуалах, можно найти кучу противоречий. Элифас Леви, великий оккультист, писал, что пентаграмма одним концом вверх – это символ спасителя. И умудрился поместить этот знак на свой же самый главный рисунок – козел Мендеса. На лоб сатане. А это, на секундочку, в мировом оккультизме самое главное мистическое изображение дьявола. Что это значит? Ничего. Это значит, что всем надо как-то жить, кушать и зарабатывать денежку. Однако. И это очень важное и огромное «однако». Значит ли это, что мистического и метафизического мира, неоткрытого наукой, нет? Неужели все рассказы о колдунах и чудесах в древности – ложь? Грустно жить без сказки. Вы когда-нибудь слышали о книге X века, которая называется «Пикатрикс»? О книге заклинаний Гонория? Что насчет книги священной магии Абрамелина Мага, написанной в 1450-е годы? Вы знаете, кто такие элементари и фамильяры? Что такое гримуар? Что есть мезмеризм? Что есть алхимия и спагирия? И чем отличается влажный путь от сухого? Что такое великое делание? И в чем секрет философского камня? Существует невероятно интересный и глубокий мир, который не сравнится ни с какими бабками, гаданиями и ворожбой. Гигантская традиция истинной сильнейшей магии, которую невозможно облачить в цвета белые и черные. Этот мир существует, он огромен и велик, и немногие исповедуют его, но нас немало. Сегодня я расскажу вам поверхностным образом, а потом, если захотите и очень глубоко, о теургии. Если ты смотришь это видео, ты и есть настоящее сопротивление силам зла и невежеству. Союзники мне не помешают. Ты на канале Нулевой Пациент. С нас начинается эпидемия перемен к лучшему. Мы растем лишь благодаря тебе, мой друг. Поэтому подпишись, поставь лайк, поделись этим видео и не забудь нажать колокольчик. Заранее спасибо. Как только начала я лечиться этим методом, утром у меня вышла черепаха. Теургия, тео, бог, божество, ургия, обряд, священное действие, жертвоприношение. Магическая практика, появившаяся в рамках неоплатонизма в античности, в языческих культах, направленная на практическое воздействие на богов, ангелов, архангелов и демонов, с целью получения от них помощи, знаний или материальных благ. Прежде чем приступить к ритуалу, теургу следует одеть одежду для обряда. Я помню, в моем детстве, сейчас уже реже, дети, в том числе и я, часто использовали словосочетание абракадабра. Сейчас слова абракадабра используют как нечто описывающее непонятное или глупое. Так вот, абракадабра – это осколок, донесшийся к нам из самой, что ни на есть, настоящей древней теургии. Абракадабра – якобы магическое слово, впервые упоминается в конце II века н.э. В медицинском трактате с амонника врача императора Септимия для лечения стеной лихорадки. Слово «заклинание против различных болезней» предписывалось использовать следующим образом. Оно выписывалось столбиком на дощечке 11 раз, при этом последняя буква каждый раз отсекалась. В Талмуде в одном из пасхимов написанная подобная магическая формула, якобы уберегающая от демона слепоты в виде убывающего треугольника. Шабрири, брири, рири, ири, ри. Капец, что я творю? Прямо в ютубе читаю реальное заклинание. Ключевое слово из всего того, что я вам сказал – в Талмуде. Вся без исключения магическая традиция, настоящая, глубокая, историческая, всегда религиозна, но не всегда черная и плохая. В исламе есть мистика, и она не очень популярна среди многих верующих. Многие даже называют это чем-то от дьявола. Но это не так. Суфии и в частности их танцы – это очень красиво. И в них есть смысл. Завораживающий мощный зигр. Это, конечно же, ритуал. И в нем тоже есть смысл. Одежда многих православных священников и монахов. Ничего себе, ребята! Это чистейшей воды ритуальная одежда. И следует сказать, очень своеобразная. В теургии и не только есть понятие пантаклия – это магический рисунок, преисполненный символами, несущими в себе порой очень сильный и даже страшный смысл. Выглядит одинаково. Как неудобно получается. Буддизм мистичен. Иудаизм мистичен. Особо хочу выделить христианство, гностицизм. Истинное, чистое христианство абсолютно и совершенно сильно пронизанное мистикой. Но из ислама, христианства и иудаизма это убрали. Почему? А зачем вам это, люди? Верьте в то, что мы вам дали. Ритуалы – это только для нас. Однако были и остаются личности, которые не имеют над собой никого. Здесь должно быть сказано, кроме Бога. Оставьте его себе. Я все четко сказал. Никого. Потому что реальность, метафизическая и физическая – это набор правил, и каждый может подобрать к ней ключ. И божья коровка, и божество. И даже ты. Я этот человек! Благодаря желанию узнать правду родилась теургия. Пикатрикс. Арабская книга, написанная уже тогда, когда ислам уже расправил крылья. Сефер ха-разим. Эта книга была передана Ною ангелам Разелям. Гептамирон. Был написан итальянцем Пьетро Добана, который умер в тюрьме в 14 веке, когда Инквизиция вела свое расследование против него. Некое магическое знание было в разных формах на всех континентах и у всех народов. И никто ее не запрещал. Ведь с помощью этой огромной традиции можно было сделать много хорошего. Все, что с этим связано практически во всех религиях, в авраамических точно, было объявлено злом, сатанизмом и ересью. Интересно, кто же в этом был больше всего заинтересован? Наверное, тот, кто позаботился о том, чтобы остались лишь конкретные ритуалы, посвященные лишь ему одному. Но даже сейчас в наше время можно не просто найти ксерокопии или сканы первоисточников, таящих запретные знания истинной магии, но и даже сами подлинники. Дедушка моей бывшей девушки был хозяином книги по магии, написанной, внимание, кровью, в единственном экземпляре. Как порядочный советский атеист, он отнес ее в библиотеку. Мне кажется, подобную литературу скрыть невозможно, так как это небольшая часть правды, ее определенная грань, а правду и истину скрыть нельзя. Поэтому есть гримуары. Французским термином гримуары изначально называли все книги, написанные на латыни. Ближе к 17 веку так стали называться все средневековые европейские мистические гримуары. Книга царя Соломона, Агриппы, Кодекс Гигас, Библия Дьявола и, конечно же, манускрипт Войнича – это, безусловно, все гримуары. В них люди, пережившие встречу с непознанным, в прошлом оставили свои знания, которые получили от того, что можно назвать метафизическим. Это были сущности, творящие зло и сущности, совершающие добро. Но суть оставалась одной и той же – Теург призывает любые из возможных сил, чтобы те были его союзниками и делали то, что он говорит. Сейчас верующие утверждают, что со злом играть нельзя, оно всегда тебя обманет. Однако мощнейший гримуар по черной магии красный дракон гласит иное – С Христом в сердце ты можешь поставить темные силы на службу себе, и они не смогут тебе повредить. Почему? Да потому что они боятся тебя. Теург может быть очень силен. Теург может взаимодействовать с элементальными силами, духами, стихий, которые, по сути своей, нейтральны. Вода, огонь, земля, воздух – это самый начальный и базовый уровень Теургии, истинного колдовства. Можно создать себе фамильяра, духа, который превращается в животное, чаще всего в черную кошку. Служа хозяину, фамильяр подслушивает и подсматривает, после чего сообщает информацию Теургу. А еще не алхимик, а именно Теург создает философский камень. Алхимия – часть Теургии. Каждый из нас стремится создать философский камень. Его секрет не в том, что он делает золото из любого металла, нет, а в том, что он делает всю несовершенную материю совершенной. Вот почему его зовут философским. И вовсе это не камень, а ярко-желтый порошок, застывающий в специальной чаше. Если все, что я сказал, правда, и имеет место быть, то почему все не возьмут, не прочтут, не сделают все, как там написано, и не станут Дамблдорами или Воландемортами? Да потому что, когда открываешь каждую книгу, там написано «Пост, сосредоточение, ограничение себя во всем, молитва или медитация, опять пост, ни мясо, ни секса, и очень много времени, годами». Если ты сорвался с программы, с пути, это твои проблемы. Настоящие истинные пути – это всегда тяжело. Мои прекрасные, любимые зрители знают, для чего надо все это делать – ограничивать себя, поститься, молиться или медитировать. Как оказалось, никакой магии в этом нет, а лишь наука и нейрофизиология. Друзья, не все, что я рассказываю – правда, и не все, над чем я шучу – неправда. Я сделал это видео не только, чтобы рассказать вам что-то интересненькое, но и прежде всего для того, чтобы вы не доверяли тем, кто вас пытается поиметь. Чтоб что-то уметь, этому надо учиться. Само по себе в людях знания не появляются. Самое прекрасное и интересное в теории – это практика. Особенно момент, когда ты впервые видишь нечто необычное, что смотрит на тебя в ответ огромными нечеловеческими глазами и ждет, пока ты скажешь, что ему делать. Это необыкновенный момент. Говорят, что тайные общества скрывают великие суперсекреты, знания, но это неправда. Знания на поверхности, их никто не скрывает. А сами тайные общества просто не особо много знают. Потому что мало иметь мануал по сбору автомобиля. Важно выучиться на инженера или автомеханика, а уже потом найти и сделать из деталей машину. И только тогда она будет ехать, если ты заправишь ее бензином. А вы как думали? Написал желание на Новый год, сжег бумажечку, выкинул в шампанское, выпил и все? Так не бывает. Это очень тяжкий путь. Обучать теоргии и проводить с вами ритуалы я не буду. Хотя... Теоргия – огромная вселенная, обширнее, чем многие науки. За 15 минут я вам о ней не расскажу. Поэтому спускаемся в комментарии и пишем, стоит ли поведать об отдельных аспектах. Книгах, одежде, подготовке, целях и так далее. Давайте найдем истину вместе. Друзья, далее никакой магии. Следующие несколько выпусков будут посвящены нейрофизиологии, психологии и каким-то интересным конкретным социальным вещам. В понедельник, 17 августа, начинается в нашем телеграм-канале марафон. Пост по исполнению желаний. Кто хочет, присоединяйтесь. Там уже есть видео с советами по подготовке. Ссылка будет на канал в описании. Если вы посмотрели это видео, вы и есть настоящее сопротивление. Вы были на канале Нулевой Пациент. Подписка, лайк, поделиться, видео, колокольчик. И помните, мои друзья, грядут перемены. Всего вам доброго.